Ну вот мы и в спецлаборатории X18. Жуткое подземелье. Сейчас будем проводить биохимический эксперимент. Привет, друзья! Сегодня попробуем поэкспериментировать. Идет сезон созревания фруктов, овощей. Их у нас много. Очень интересных. Вот такие вот абрикосы у нас. Даже не абрикосы, блин, персикосы. Решил я поэкспериментировать на тему пивоварения. А что мне для этого надо? Для этого мне надо красивые дикие дрожжи с персикосов наших. Пошли! Вот тут у нас есть бывший персик. Очень красивый. С обалденными дрожжевыми колониями. Чистейшими. Очень красивыми. Есть у меня немножко дункель-вайцина. Незасеянного. Литров пять. Вот попробуем сбродить дикими дрожжами с наших абрикосов. Для этого нам понадобится вот такой вот контейнер, который я предварительно прокипятил. И сюда мы. Готово! Сейчас поедем засеивать наше сусло дикими дрожжами, которые выросли в благодатном моем огороде. Рядом с пчелками, хмелем и другими экологически чистыми вещами. Посмотрим, что получится. Может у нас тут в Чугуевском районе супер-пупер штамм дрожжей какой-нибудь отличный получится. Микробиологический эксперимент по дикому пиву. Ну вот мы и в спецлаборатории Х-18. Жуткое подземелье. Сейчас будем проводить биохимический эксперимент под кодовым номером Q5. Ну не знаю, почему-то мне так понравилось. Вот наши 5, 6, 7, 8. 8 литров думки Львайцена. Не засеянного. Вот наш персихоз. Так, палочка прокипятим, потому что хотим добиться, ну хоть какой-то стерильности. Остудим палочку в соседнем, в соседнем помещении. Вот так забираем. Максимальное количество. Как я задолбался в этом противогазе долбаном. Все. Биологический, биохимический, микологический эксперимент продолжается. Засеев произведен. Будем ждать результата. Что вырастет, то вырастет. 8 литров отличного напитка поставили на кон. Это вам не шуточки. Так что, посмотрим. Будем держать в курсе. Будем вести дневник. И отчитываться. Так что, coming sun. Ну что, друзья мои. Пошел третий день эксперимента под названием абрикосовая дрожь. По разбрасыванию диких дрожжей с абрикосов. И они заработали. Вот. Засев был у нас 19-го. Температура 21-20-го. Ничего, тишина была. 21-го. Температура немножко упала. Но они заработали. Ну что, бродят наши дикари. Бродят. Заглянем внутрь. Что там интересно. О, какая красота. Ну, пахнут интересно. Пахнут интересно. Вроде, тем же пивом. Все нормально. Никаких неприятных запахов нет. Но какая-то, какая-то... Как фруктово-медовая, что ли, нотка для меня кажется. Интересный. Интересный. Четвертый день эксперимента. Все правильно. Четвертый день эксперимента. Брожение продолжается. Запах приятный. Пены уже практически нет. Запах классный. Запах классный. Уже радует. Так, температура у нас 22 число седьмого месяца. Температура у нас 25 градусов. Пятый день нашего эксперимента с просонья и сразу сюда, к нашему дикому ребенку. Температура упала еще на полградуса 20 градусов. Но брожение активное, булькает. Ну что, еще раз заглядываем, что же делать. Запах прелестный. Прелестный. Наш дикий эксперимент переходит на вторую ступень развития. Итак, температура брожения в основном была 22-23 градуса. Один день 24 было. Пару раз там 20, но в основном 22-23. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, шесть, восемнадцать, восемнадцать дней. Гидрозазбор встал, пиво я уже разлил по бутылочкам, добавил 10 грамм сахара. Не стал заморачиваться просто сахаром. Кстати, очень удобно. Стики по 5 грамм. Два стика 10 грамм. Надо замерить плотность. 10-10, даже чуть-чуть больше, 10-8, два, два процента осталось. Очень хорошо сожрали сахара, дикие наши дрожжи, с 12 до 2, 10 процентов сожрали. Грубо говоря, у них 80 процентов аттенюация, даже больше, потому что это черный хлеб. Тут есть карамельный, немножко сженого. Ну, грубо говоря, 80-82, может 83 процента аттенюация у них. Это так, на вскидочку, просто. А по нашей табличке, короче, пятерочка. Получается где-то 5 процентов алкоголя, плюс-минус. Вот такие вот. Ух ты! А пахнут классно. Даже описать не могу. Очень похоже на вино. Какая-то хлебная основа есть вдалеке. Но очень-очень сильная ароматика вина. Скажем так, фруктового. Именно вот фруктового вина какого-то. С пивной основой. Очень классный запах. Запах просто обалденный. Необычный вообще. Черный хлеб у меня стоял основной на ВБ-06, на пшеничных дрожжах. Ну, там явно пшеничная ароматика такая вот. Духмяная, насыщенная такой пряности какие-то. Хлеб, гвоздичка, немножко бананчика такой. Явно хлебное пиво такое вот. Пшеничное. Тут не скажешь, что пшеничное пиво. Чем-то даже, может, фламандский, фламандский эль, красный фламандский эль напоминает такое. Короче, винный запах. Пивной и в то же время винный. Очень интересная ароматика у дрожжей. Штамм удачный попался. Кислинка такая, как винная. Класс. Обалдеть. Такой симбиоз пива и вина. Очень классный. Даже не скажу, чем больше напоминает или пиво, или вино. Ну, очень классно. Очень, очень. Я думаю, они у нас выстоятся, закарбонизируются. Я вам покажу нашу реакцию. Класс. Класс. Обалдеть. Может, что-то и замутим. Ждем карбонизации. А что же у нас тут осталось? Как дрожжи легли. Дрожжи обалденные. Вообще, и флокуляция обалденная. Ровненько лежат. Не мутят. Супер. Плотненькие. Красивые, хорошие дрожжи. Интересная ароматика. На вкружке вообще. Вроде как и слышишь и прополисом каким-то пошло. Медом. Майк, подай. Да. Какую мощь, ну слышишь? Очень необычный, многогранный такой запах. Да и на вкус. И на вкус замечательный. Слышишь, мощный Виктор. Очень, очень что-то интересное. Мы нарыли что-то интересное. У меня в огороде какие-то классные дикари живут для пивоварения. Нет слов. Нет слов. Да-да. Шмели по три клада летают. С ведрами меда. Кому мед? Кому мед? Ну все, ждем карбонизации. Ну и посмотрим, как оно с газиками. Ну вот, настал тот миг. Тот час. Белая стрелька, стойка, любви. Да, все. Да. Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Да, алейкум ассалам. Ну что? Удивляй. Созрели наши дихие дрожжи. Сработали. Именно дикие. Как ты их собирал вообще? А я все показал. Нет, я имею в виду до того, как они попали в судочек. Ну как? Очень аккуратно. Этот амрикос бежал от тебя, да? Со стрелами за ним, да? Словил. Ноги такие выставил. Стой, стой, сволочь. Судя по твоей форме, ты его явно где-то находил. Хоть и радиоактивные какие-то. Не терпится? Очень. Не терпится? Очень. Очень. Мне самому не терпится. Ну, предварительно, да, такая мощная штука должна быть. Ну, естественно. Если в такой форме все это делалось, конечно. А я еще послал нашему знакомому практически родственнику Леши Кустапину в Киев. Кстати, мы скорее всего родственников, потому что вы еще ДНК не проверяли. Да, да, да. Мнению его доверяется? О-о-о-о. Да. И я доверяю. Да, доверяю мнению. Послали ему бутылочку, чтобы он затестил. Ничего ему не сказал. Единственное, сказал, что дрожжи взял дикий. И все. То есть он должен сам делать. Почти слепая дегустация. Да, да, да. Свою арома, 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 как правильно сказать? Аромаклефсикаса? Арома вкусовую дегустатору нужно сделать. Ну, ну, ну. Ну, и он обещал снять видео, тоже прислать нам. Посмотрим, как наши ощущения. Совпадают, не совпадают. Еще не видели. Что скажет Киев, что скажет Харьков. Да, да, да. Тоже делаем слепую. Так что. Коллега, привет. Как ты и просил, снимаю все в один дубль. Без всякого там. Вот. Сразу прошу прощения за качество съемки, там освещения. Что Бог соорудил, что было под рукой. Все как бы сделал. Когда ты мне прислал это пиво, я немножко удивился. Потому что я сразу видел надпись на диких дрожжах. Я думаю, ну ничего себе. Перезвонил тебе, узнал. Ты не сказал ничего, кроме источника этих дрожжей. Да, то есть, поэтому, думаю, этот отзыв будет очень честный. И очень правильно, как мы всегда с тобой договаривались. Когда друг другу отсылаем свое пиво. Говорить честно, правду, как есть. Вот. Поэтому буду пробовать. Поскольку это все-таки у нас в Айцен. Я специально боковую в Айценную взял. Понесла. Задача. Нихрена сейчас, слышишь. Нормально, да? Я предупреждаю, да чуть не оторвало все. Классненько, классненько. Все. Все очень красиво. И как должно быть. В гугельной бутылке, конечно, и есть своя прелесть. Люблю этот звук. Ничего себе. Вот это карбон. Вот это дикари дают, да? Так что-то полегче. Это какое-то восстание. Обратится хоть походу. А он не пойдет сверху всех, накроет. Потом по заводу. Да, я не знаю. Вообще, ты смотри, что творится. Эй, эй, эй. Ну, на вид, конечно, очень прикольная. Такой вот дункель-вайтен по цвету, пена очень классная, сразу видно, и такая мелкозернистая, такая кремовая, мне очень нравится. Ничего себе, да, вот это дрожжи сработали. А ты знаешь? Не, ну явно, да, пшеничное пиво? Не, ну, конечно. Я тебе это больше скажу, я знал, что это пшеничное пиво. Пена просто, слышишь, она как крем какой-то. Ну, нотки, нотки, думки, я слышу, но что-то... Не, ну, ароматика попритухла, да, чем вот когда явное брожение было, вот первичка там... Жаль, что вы, конечно, не оценили, первые, конечно, запахи, ну, просто, но это не пиво, это просто вино. Да, вино. Вино, я сначала мне, он мне как бы не говорил, тихаря все там что-то делал, а потом, говорит, открыл крышечку и говорит, понюхай. Я говорю, Виктор, это вино. Он говорит, дружище, мы, говорит, вином не промышляем, у нас пиво. Правда, правда, винный запах такой был? Ну, вот есть фруктовые, да, ноты? Есть, есть фруктовые ноты. Таких пшеничных, ну, отличается от пшеничных. Не, очень отличается, очень, вообще другое. Очень хорошее, мне нравится. Не, очень, очень, очень. Запах отличный, запах отличный, финальный запах. Этот дикарь немного такой благородности добавил все это. Да, там есть какие-то, знаешь, и фруктовый запах, и сухофруктовый, да, да, какие-то там сухофруктики есть. Есть такой, ну что, от винта? Да. Монетку бросать не буду, как ты это делаешь, но видно, что пена очень хорошая, довольно стойкая, цвет бомбический, просто. Мне вот хочется это пиво взять и сразу попробовать. Ну, для начала мы понюхаем аромат. Ну, очень интересно, то есть, когда читаешь надпись «Дикие дрожжи», думаешь, что там вообще что-то нереальное, там что-то какие-то бациллы, бактерии и так далее, и не факт, что там вообще что-то получится. Но тут на запах ничего резкого нету, и что самое интересное, это действительно запах пшеничного пива. Очень такой нежный, легкий и нерезкий, то есть, не вызывает каких-то резких ощущений. Банана здесь нету, там понятно. Но такой цитрусовый запах, на самом деле, вот как по мне, то здесь такой цитрусовый запах. Очень приятный, нежный запах, попробуем на вкус. Или как у вас там на флоте говорят, пей давай. Интересный. Да, вкус интересный. Необычно. Все-таки запах немножко притухнул, вкус тот же. Кислинку, кислинку дало такую, да? Кислинку, да, дало. Каких-то фруктиков тогда добавил, ладно. Блин. Такое питкое, легкое, очень приятное кислинка, присущее пшеничному пиву, которое не задерживается долго на, как бы, на рецепторах. И послевкусие все-таки хлебное. Дункель Вайсон дает о себе знать. У меня есть там. Чисто пшеничка с такими поджаристыми нотками послевкусия идет такого поджаристого хлеба. Сухарев такой, на хорошенький. Да, сухенько выбродило хорошо, с кислинкой такой. Свои, конечно, в нотки тут добавило, конечно, очень-очень. Не, оригинально, оригинально для, не знаю, как, для другого стиля, для Дункель Вайсон. Почему они так рискуют, вот скажи мне, как специалист. В смысле? Вот так вот, потому что непредсказуемые, да, дрожжи. Дрожжи? А ты не поймешь, какие ты дрожжи взял. То есть, тебе может такой шмурдяк быть, что, да. Но ты избранный абрикос нашел, да? Ну, вот у меня получились такие интересные, да. Экспериментировал еще, когда-нибудь? Нет, первый раз. Первый раз, да? Первый раз. Ты вот так вот попал, вот так вот, в десятку? Ну да, смотрю, красивые колонии. Кстати, я заметил, что на абрикосах бывают разного типа дрожжи, разные штаммы. Да, есть вот эти вот такие, да, они такие крупные колонии бежевые, а есть такие сероватые и мелкие, но их я не пробовал. Уже абрикосы кончились. Нет, очень достойные дрожжи. То есть, можно пробовать. Да. Да, и вполне вероятно, что... Из этого можно нормально такое, знаете, выдержанное пиво делать именно. Да. Не просто там... Оставим пару бутылочек. На Новый год. Да, я думаю, они там... Такая шампань будет. Шампань Йолда будет серьезная. Не, очень, очень классно. Оно не сколько с горчинкой, сколько с кислинкой. И оно такое все-таки... Какая-то винная... Приятная кислинка. Приятная, винная, дорогая. Да, 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 не уксусная. Не уксусная кислинка. Не уксусная, а вот такая вот фруктовая. Да, фруктовая. Фруктовая кислинка очень классная. Очень приятно пьется. Очень приятно. Обалденно. Вот у меня есть лимонный такой привкус, но он абсолютно не задерживается на языке. Как бы обволакивает такой вот фреш, такой цитрус. Очень приятное пиво. Честно, я даже не мог себе представить, что такое может произойти на диких дрожжах. Если честно, ведь вот такое мог сделать только ты со своими экспериментами, с этими всеми там вишнями, малинами и так далее. Но у меня вот возникает закономерный вопрос, как ты будешь его повторять. Если ты найдешь ответ на этот вопрос, то не знаю, принесу тебе грамоту. Очень классное пиво. Как всегда, моя любимая карбонизация, все полностью раскрывает. Я сейчас возьму пиашметр и померю, сколько здесь оно закислило. У обычного пиво сколько? Там 4,5 обычная идет. Давай. Так, наш пиашметр. Ну что, замерим? Ну ладно. Это же научный эксперимент, да? Мы сейчас же что, просто пьем отдыхаем, что ли? Да, давай. Ух ты. Еще меньше, да? 4,3. 4,3. Ну 4,3 на 0,2 единицы. Да. Ниже обычного. У обычного пива, обычной даже пшенички, 4,5. 4,3. Силен. Да. Ну, кислинка такая вот чувствуется. Да, приятная. Очень приятная. Не трогай кислинку. Класс. Класс. А вот постояло и еще такие вот какие-то цветочно-карамельные. Только хотя бы карамельные, даже цветочек пока не слышу, но карамельные слышу такие. И риска начинает выходить. Нет. Очень интересно. Раскрывается, раскрывается, раскрывается. Никаких, даже подобия неприятных ноток нету. Все очень-очень приятно, очень в тему, очень классно. Потрясающе. Вот это пиво стоит уже минут 30, может 40, пока я там снимал. И пена есть. Вот. Тоже показатель. И появился, вот как углекислота вышла, появился аромат свежего яблока. Очень интересно. Пиво. Очень питкое получилось и вкусное. Честно, но для меня там самый главный показатель. Вот покупал бы я такое пиво или нет. Такое пиво я покупал бы однозначно. То есть, я там не сильный эксперт, может быть, там, в дегустациях, в изложении своей мысли, там, ароматы, вкусы, там, все это. Но мне это пиво очень нравится. И я считаю, что этот эксперимент удался. За что тебе и твоей команде большой респект. Вот. Мужики, вы молодцы. Привет, Игорьку, еще раз. Вот. Продолжайте в том же духе. Большой респект вам из Киева. От всех наших пацанов. От любителей пива, от пивоваров. Вы большие молодцы. Держим за вас кулаки. Вы классные ребята. Чирс. Пока. А, кстати, еще. Я же наш новый сорт. Вайценбок. Он же колобок. Он же колобок. С медом и вишней. Да. С гречневым медом. Попрошу. Тут важно. Уточнить. С гречневым. Да, с гречневым. На дегустацию послал хорошему знакомому нашему, Сергей Михайлов. Кстати, можно посмотреть. Привет, Сережа. Да, привет. Можно посмотреть его реакцию. То есть, он расскажет, распишет все. Потому что очень сильный профессионал, дегустатор, сомелье, историк такой пива. Рассказывает новостью. На атом мы просто разбираем. Не просто составляющие пива. Он еще рассказывает историю пивоварни. Как начиналось. То есть, все подробности. Вот человек по полочкам полностью от самого начала, как создавалось пиво и заканчивая продуктом, все расписывает, рассказывает, показывает. У него канал есть. Рест энд Бир. Отличный канал. Кстати, рекомендую. Ссылочка будет под видео. Ну и смотрите. Ну что, ребята. Эксперимент удался. Да. Деприя дрожжи укращены. Да. Как говорят ученые, отрицательный эксперимент тоже эксперимент. Отрицательный результат тоже результат. Но у нас положительный. У нас двойной результат получился. Удачный эксперимент. Отличные дрожжи. Отличное пиво. Отличное пиво. Да. Интересное получилось. Не та ароматика. Аутентичное пшеничного пива. Тем более Дункель. Да. Банана этого нету. Гвоздички нету. Но есть другая. Параллельная сторона пива. Да. Очень интересная. И не скажу, что она хуже. Да. Так что... Пробуйте. 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 Еще раз пробуйте. Дикари, которые живут в огороде, да. Они не дураки. Да. Они живут на хороших фруктах, ягодах. И тоже могут быть очень-очень-очень интересными. Да. Ну, а если не удалось, ну, пробуйте с другого какого-нибудь фрукта. Может и удастся. Так что... Да. Очень интересно. Так что, к черту эти дрожжевые корпорации. Даешь, так сказать, дикарей. Да. Субтитры подогнал «Симон»!